Братья и сёстры, церковь дорогая, мир вам! Я также хочу приветствовать, потому что чем дальше, тем убеждаюсь, что есть люди, которые слушают нас по интернету, и тех хочется приветствовать миром и любовью Иисуса Христа. Итак, я продолжу мысли, которые, может, не всем нравятся, но проповедники никогда, но хотя есть, они хотят такие проповеди говорить, чтобы они нравились. Один брат был холостой и женился, и, придя на работу, ему сказали, кончились права, начинаются обязанности. И вот, братья и сёстры, в прошлый раз мы рассуждали об обязанностях жены. Теперь мы будем рассуждать об обязанностях мужа. Мы читали из Послания Мефесянам 22 стих «Жены, повинуйтесь своим мужьям». И мы читали 23 стих «Потому что муж есть глава жены». В прошлый раз, когда я прочитал это место, я думаю, что, может, не все заметили, я чуть-чуть пробуксовал, я растерялся. В моей голове было несколько мыслей, и я скоро сошёл от этой темы, перескочил. Дома рассуждая, молясь, я теперь немножко внесу поправку или свои мысли. Не надо, братья и сёстры, прожить сто лет, чтобы заметить, что не у всех в семьях мужья сумели стать главой жены. Смотрите, братья сочетают или служитель сочетает молодую пару и объявляет в конце муж и жена. И это правильно. Но чтобы муж стал главой, для этого нужно время. И в данном случае этот стих 23, я так понимаю, что он не константирует совершившийся факт, что муж есть глава. Потому что у многих семьях этого не случилось. В многих семьях мужья не стали главой. Из этого стиха я вижу, что Бог предупределил мужу стать главой в семье. Такой пример. Это в Третьей книге Царств говорится, что от Соломона его царство хотел его брат взять. Но там вмешались пророк, вмешался, мать его вмешалась, и Давид провозгласили Соломона царю. Общество не все его так поддерживало. Я боюсь сказать такое слово, но есть в народе такое слово, что непризнанный царь или, говорят, голый царь. Царь, который еще не имеет той власти. И вот Третья глава Царств, Третья книга Царств, Третья глава, 16 стих. К нему приходят две женщины. Это особый случай. Эти две женщины жили в одном доме. Там не было никаких свидетелей. И вот у них получилась проблема. У одной женщины умер ребенок. Она поменяла. И они пришли к царю. И та говорила, мой живой, а та говорила, мой живой, твой мертвый, твой мертвый. Слушая этот рассказ, Соломон сказал, принесите меч. Принесли меч. И он сказал, разрубите дитя, дайте одной половины, другой, чтобы они успокоились. И когда это сказал, то там написано уж, мать, которая была настоящая, ее взволновалась внутренность. Она сказала, не любите, отдайте ей, пусть у нее будет сын, только пусть живет. Другая говорила иначе. Братья и сестры, есть 28 стих 3 главы, а там написано так, и стали бояться царя. В новом переводе одном я встречал, что и стали уважать и бояться царя Соломона. Братья и сестры, после этого люди все признали, они признали, что вы истинно Бог с ним. Боюсь, чтобы я далеко не убежал. один пример, потому что в этой главе 25-й есть один стих, есть одно слово, которое я тоже в прошлый раз не коснулся. последний стих, последнее предложение. Жена да боится своего мужа. На этот вопрос, на это слово многие спрашивают, как это так? Ведь муж не медведь. Медведь, действительно, он не медведь. Чтобы понять, как из моей юности я расскажу откровенный разговор с одной сестрой, которая много трудилась в разных направлениях. И она не успела оглянуться, а ей время пришло замуж выходить. Родители говорят, слушай, остановись, тебе замуж пора. Она остановилась, начала молиться. Пришел братишка, предложил ей руку и сердце. Она сразу не ответила. Он был щупленький, худощавый. Но побеседовавшись с родителями, помолившись, она согласилась. И впоследствии, когда их сочетали, то опять же этот стих 23. Муж есть голова. Она говорит, я не рассмеялась, как Сара Внутренну, но я подумала, какой будет из него голова? Как я его буду бояться? И вы знаете, прошло некоторое время, она рассказывает, что ночью она проснулась и поискала его на постели, а его не было. Подождала, может, вышел. Ждет, нету. И вот она, босиком вставший, они жили в старом доме, она пошла через коридорчик, заглянула в одну, незакрытую дверь, а он стоял возле окна на коленях. Она вернулась, думаю, подожду, спрошу, может, у него проблемы есть. Но она уснула. И это было несколько раз. Говорит, днем я его искала, он работал по сменах, я днем его искала, пошла, сварила обед, пошла звать, не могу найти. А потом я и стюкнула, может, он в той комнате. Она пошла, заглянула, а он в том. И она говорит, после этого я стала бояться его, как сосуда Божьего, как человека, который близко с Богом, как человека, который отображает образ Божий. Братья и сестры, я это было у меня сегодня будут две мысли. Первая мысль, она написана в 1-м послании Корифтианам, 11-я глава, стих 3-й, 1-я Корифтианам, 11-3. Написано так, апостол Павел говорит, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». В 23-е написано, что жена является, жена имеет главу мужа. Здесь говорится, что муж, он тоже имеет главу Христа. И продолжается, что Христос тоже имеет главу Бога, Отца Небесного. Если бы, братья и сестры, мы продолжали рассуждать над этим местом Писания, что раз муж имеет главу, то он имеет обязанности перед головой. Он, конечно, имеет обязанности и в семье, но первое, что он имеет обязанности перед своим главой. Если муж не исполняет свои обязанности, то в его и ихней, это уже множественное число жизней, в семейной жизни пойдет деградация. В разных сферах или в некоторых сферах они не будут иметь благословение. Братья, дорогие, как у вас Христос является вашим главой, хотя бы так, как ваши жены считают вас за голову. Возьмем пример, потому что на примерах очень можно понять. Я назову несколько слов, чтобы сокращать время, чтобы не останавливаться на каждом слове. А вы порассуждайте, смотрите, жена имеет право или может выбрать дорогие нержавеющие кастрюли, коляску, дорогую и чуть подешевле. Она может выбрать новую постель, она может выбрать страну, в которую семья ихняя пойдет в отпуск. Братья и сестры, но нормальная жена, или точнее братья, но нормальная жена, она всегда посоветуется с мужем, спросит разрешение, она никогда не оплатит сразу все то, что выбрала. Давайте другое, несколько слов назвать. Муж выбрал новый мотоцикл, машину, квартиру, участок, меняет работу, позвечает деньги. Как вы думаете, мужья, вы это делаете, спрашиваете ли вы разрешение у своего главы? Я не говорю, что советуете лишь с женой, это нормально, если с женой, так должно быть, но я имею другое, как мы, мужья, советуемся и своим главой, и с Иисусом Христом. Нужно ли мне менять машину или не нужно? Сосед поменял, я хочу разрешение у Господа, совет у Господа, благословение у Господа, спросить, рассчитываешь с работы, меняю работу, нужно ли, не нужно? Я знаю, один брат сказал, что он рассчитался с работы поспешно, другой брат ему посоветовал, пойди, извинись, пускай дальше тебя примут на работу. Он так и поступил, хорошо, если хочет человек послушать. Братья и сестры, мы продаем или, братья, мы покупаем, мы продаем, мы должны советоваться и своим главой. Или, может, другой вопрос, как давно мы советовались и своим главой? Я недавно был на Украине, беседовал с одним братом, он регулярно слушает наше собрание, и он говорит, ему очень понравилось, потому что в вашем собрании говорится про дырявый кошелек. Я еще никогда не слышал ни в каком собрании, чтобы говорилось или молилось за дырявый кошелек. Он говорит, это очень важно. Братья, дорогие, это очень важно в нашей жизни, чтобы то, что мы работаем, чтобы оно было благословенно, чтобы то, что в нашем кошельке, чтобы оно там не убегало оттуда, в разные стороны. Братья и сестры, смотрите, теперь уже и братья и сестры, жены имеют своего главу, мужа. Они с ним советуются, они узнают, что ему нравится. Жены проводят время со своей главой, они хотят угодить ему, и это правильно, потому что в Крифтян так написано. точно так же, дорогие братья, нам нужно советоваться и своим головой, и проводить время с ним. Нам почаще нужно проводить время в нашей тайной комнате или хотя бы в закрытом кабинете, который мы имеем. когда мы проводим с ним время, мы знаем, что ему нравится, как ему угодить, как исполнить в жизни свои Слово Божие, как увидеть то, что мы раньше не видели. Братья и сестры, в той семье, где муж является главой, он должен отображать образ Христа. в той семье, где муж отображает образ Христа, жене очень легко повиноваться, как Господь. Для того, чтобы отобразить образ Христа, нам нужно побольше общаться с Ним, побольше проводить время. Для того, чтобы муж с женой могли отобразить образ Божий в семье, чтобы дети видели. Им нужно быть вместе побольше, рассуждать, молиться, молиться одно за другого, не стыдясь обетом. Муж с женой должны вместе совершать молитвы, они должны вместе совершать пост, они должны вместе делиться переживаниями, они должны вместе одинаково относиться к своим детям. В наших семьях не должно быть так, как в семье Исаака. в Бытие 27 глава из первого стиха там есть описано про эту пару. И если мы прочитаем эту главу, то мы найдем, что эти немолодые люди, эти старые люди, они в жизни своей потеряли друг друга. Ревека уже не готовила семейный обед, находим Яков себе готовил, Исаак себе готовил, Исаак, я не хочу сказать, что он голодовал, но он так сказал, иди в поле, налови, приготовь мне. Смотрите, там написано так, Исаак призвал сына своего. Шестой стих написано так, Аревека призвала сына своего. Братья и сестры, эти немолодые люди, они разделили своих детей, у них получились любимчики, они по-своему воспитывали, по-своему их учили, каждый по-своему, это нехорошо, так не должно быть в наших семьях. Изучая Слово Божие, мы должны брать пример, как мы должны жить, воспитывать своих детей. Сестра в воскресной школе, извините, я еще вернусь в эту семью. Исаак был старый, он был слепой. Ребека обманула его. Братья и сестры, прочитайте несколько раз эти места. Исаак, вы нигде не найдете слов упрека со стороны Исаака. Вы не найдете слов упрека. Исаак знал, что слова упрека, они не созидают семью, они только отталкивают друг от друга. То, что было ему обидно, он, может, высказал Богу, но он не упрекал их, потому что это не созидает. Это хороший пример, который мужья должны взять на свое понимание или на вооружение. Никогда не упрекайте своих помощниц. Оно не принесет никакой пользы. Сестра занималась с детками в воскресной школе. Она им дала написать короткое сочинение. Они написали сочинение, она собрала листочки, сзади каждый подписал свою фамилию и дома она проверяла. А вот тема была, тема была такая, кем бы я хотел быть? Вот такая была тема, она им дал вот такое сочинение на такую тему. Вот пришла дома, дома она считает одно, другое, третье, и вот ее заинтересовал одно сочинение. Один мальчик, он пишет так, если бы я мог стать тем, кем бы я хотел, то я бы стал телевизором. И он пишет дальше, моя мамочка пришла бы со школы и вот два-три часа возле меня бы сидела. А потом, когда бы пришел мой папочка, я бы поломался, чтобы он специально меня ремонтировал. И я бы с ним общался. Она посмотрела, это был ее сын. И вечером, когда муж пришел с работы, она предложила мужу прочитать сочинение одного мальчика. И он прочитал даже несколько раз и потом сказал такие слова. Я их скажу дословно. Он сказал, я бы расстрелял такую семью, таких родителей. она говорит, посмотри с обратной стороны. Он взялся за голову и долго держался. Братья и сестры, детям, братья дорогие, детям нужно внимание. Детям нужна любовь. Конечно, забота покупать одежду, покупать обувь и все остальное, санки покупать, это хорошо. Но детям нужен отец, нужны родители. Братья и сестры, братья дорогие, за воспитание в семье. Когда у нас происходит благословение ребенка, то братья дарят Библии маме, потому что она постоянно с детьми и с ребенком. Они дарят ей Библию. Но братья дорогие, за воспитание в семье ответствен глава, глава семейства. Он ответствен за воспитание в семье. Бог спросит с мужа. Бог спросит с мужа за духовное воспитание в семье, за моральное, за культурное и за экономическое. Бог спросит из мужа. Братья и сестры, я хотел бы прочитать второй стих, 25 стих той же главы. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и передал себя за нее. церковь. Если бы здесь было написано мужья, любите своих жен, то было бы очень легко для нас, для мужей. каждый любил по-своему, каждый любил так, как понимает. Но, друзья мои, здесь написано так, как Христос церковь. мы как церковь, Он возлюбил нас, когда мы были грязными, когда мы были в грехах, когда мы были такие, что никому были негодные. Когда началась война в Израиле 7 января, то на другой день один человек, у которого жену взяли в плен с дочкой, он на многих радио шел, он на многих сайтах, он, говорят, в Татар, в эту страну, которую я делала там между Израилем и Палестиной, туда в Татар звонил, я согласен, поменяйте меня за мою жену, я вот слушал несколько раз его желания, братья и сестры, это та была любовь, любовь жертвенная, которой нуждаются наши жены. братья и сестры, братья и сестры, я сочувствую, что любить так, как Христос тяжело и легко, тогда, когда она бурчит, тогда, когда она бубнит, тогда, когда она не хочет слушать, но Слово Божие, это заповедь, любите своих жен. Такой вопрос интересный, сколько раз в Евангелии написано, мужья, любите своих жен? братья и сестры, три раза написано в Евангелии мужья, любите своих жен. Это заповедь. А другой попутный вопрос, сколько раз написано жены, любите своих мужей? Ни разу. Ни разу не написано. Есть исключение в послании Титу, во второй главе, там написано, чтобы старицы вразумляли молодых любить мужей и любить детей. Это не значит, что жены не любят. Любят. И очень хорошо, если мы взаимно отвечаем друг другу любовью. За уровень любви в семье отвечает муж. За уровень любви в семье отвечает муж. Это заповедь для него. Нет любви в семье, нет Бога в семье, потому что Бог есть любовь. Братья и сестры, Бог из мужа спросит за любовь в его семье. Бог из мужа спросит за воспитание детей в его семье. Бог из мужа спросит за внутреннее состояние жены. Бог из мужа спросит за внешнее состояние жены. Насколько она обнажает свое тело, насколько она при нагибании в коляску дает подросткам посмотреть на свое заднее непристойное место. Бог с мужей спросит. Конечно, жены покупают одежду без мужа. Возможно. Я не хочу сказать, что вы кофе не могли, не хотели выпить или чай, не спрашивая у своих глав. Я не хочу это сказать. Но, братья и сестры, все то, что есть, связано с грехом или возле, Бог спросит. Мы сегодня уже слышали, Бог свою любовь доказал нам тем, Бог нам доказал любовь. Друзья мои, мужья дорогие, мы должны доказывать свою любовь в наших семьях. Вы спросите, как? Заботой, угождением, восхвалять. Придж 31, там написано, муж и дети восхваляли жену. Дарить подарки, дарить цветы, братья и сестры, это знаки уважения. В 28 стихе в этой главе написано, питает и греет ее, как Христос церковь. Мужья дорогие, не стыдитесь, не скупитесь на добрые слова, на добрые поступки, на красивые букеты цветов. Вы с этим не закономите. Но хотел бы спросить, кто успел в этом году подарить своим любимым букет цветов. Но не хочется, год только еще начался. Братья и сестры, это очень интересная тема и нужная, и я бы не хотел ее продолжать, потому что время уже убегает, мне еще осталось несколько минут. Я в прошлый раз советовал прочитать одну книгу, которая называется «Союз любви». Ее никто не искал, ее никто, наверное, не прочитал. Братья и сестры, чтобы сократить мою проповедь, я предлагаю другую книгу. или прочитать, или аудиокнигу прослушать. Называется «Пять языков любви». Пожалуйста, кто читал эту книгу, подумайте. Прекрасно, но хочу сказать мало. Братья и сестры, если вы найдете эту аудиокнигу, ее послушаете полтора часа, я ее несколько раз прослушал, она вас сделает лучше. Она будет как раствор в вашей семье. Вы больше поймете друг друга, вы больше научитесь как уважать, как любить. Его звали Алмазов Владимир Андреевич. Это был доктор медицинских наук, профессор, заведующий ленинградской кафедрой. Эту информацию вы найдете в Викибедии или в каких-нибудь другой литературе. У этого профессора, разумного человека, на рабочем столе была склянка, а в склянке было человеческое сердце. И на этом сердце, на этой банке была надпись. это случилось в 50-х годах, когда Алмазов был еще студентом. В их институт попала одна девушка, молодая, красивая, но она имела смертельно больное сердце. В то время ей не могли помочь, да и в это в настоящее время лечат эту болезнь, операции делают, сердце меняют, но в то время была как обреченная. И вот она лежала в палате и многие профессора проходили, спрашивали, хотели помочь. И один молодой студент влюбился в ней. Он начал ее посещать, начал приносить цветы, он убеждал ее, что она будет здоровая и так дальше. Не прошло много времени, ее выписали из больницы. Не прошло еще много времени, они поженились. Прошло довольно времени на серебряную свадьбу. Они позвали тех студентов, которые остались, которые знали их начальную жизнь, которые знали ее, какая болезнь у нее была. И прошло еще некоторое время, она умерла. и она завещала свое сердце этому институту. И на этом институте, на столе Алмазова, в банке, было ее сердце. И там была надпись «Больное сердце лечится любящим сердцем». Это было удивление науки. Они не могли понять, как она могла стать здоровой. И это предложение «Больное сердце лечится любящим сердцем». Какие бы эти проблемы ни были в наших семьях, если у нас есть любящее сердце, то больное сердце в наших семьях, оно выздоравливает, оно становится здоровым. Братья и сестры, перед нами результат любящего сердца. Перед нами результат любящего сердца нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня на этот день сошлось несколько, можно сказать, праздников, но у меня такие мысли, что это результат венца тернового. А вот сегодня многие рождественский венец скручивают. И знайте, если бы не было тернового венца, не было бы рождественского венца. Давайте вместе с Симоном Кирианином поднимемся на Голгофу, на гору, на лобное место. И что происходит там на Голгофе? Там насмешки, печелание, позорное раздевание Иисуса Христа, терновый венец, кровь, запекшаяся под этим терновым венцом, деление одежд. И, братья и сестры, мы там можем прислушаться на такой не очень сильный и громкий голос Иисуса Христа, любящего сердца, который говорит «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Друзья мои, они насмехались, они издевались, он любил их. Один брат выразился, что когда грешник уходит в ад, Бог и тогда его любит, но он сам избрал дорогу в ад. Бог может, но он не хочет его остановить. Братья и сестры, Бог говорит сердцам нашим, как Геннадий говорил, он дает нам время покаяния, он дает нам время возрастать в Иисусе Христе. «Отче, прости им, ибо не знают, что делать». Давайте, братья и сестры, поблагодарим нашего Господа за все милости и блага, которые Он являл в нашей жизни. Он пострадал за нас, Он хочет слышать наши короткие молитвы, Он хочет слышать в обле нашего сердца благодарность и просьбу. Вставши на свои ноги, помолимся. Аминь. Аминь. Аминь.